здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что поддерживаете мой канал ставите лайки подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также пишите запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео находится номер телефона пишите на вайбер либо же на ватсап звонить не нельзя также если кого-то заинтересует курса таро пишите на вайбер на ватсап получите подробную информацию сегодня такая тема дело марии до пирка прожить всю жизнь во вьетнамской тюрьме родилась мария 4 августа в 1986 году в ростове 2013 году отправилась Таиланд устроилась работать гидом на туристической базе хотела заработать на квартиру дальше спортзале фитнес-клубе мария знакомится с темнокожим нигерийским парнем футболистом самилом парень красиво ухаживает и через три месяца он не делает предложение по некоторым данным сомнил профессиональный перевозчик запрещенных препаратов мария и сомнил поехали в бразилию но назад мария возвращается одна якобы он ссылается на то что у него есть важные дела мария должна была привести подарки его друзьям сам ним предложил своей подруге встретиться в лаосе из бразилии мария прилетев сингапур она дальше летит в хо шимин и это было 22 августа в 2014 году при досмотре в аэропорту хо шимина была обнаружена большая партия запрещенных веществ килограмм восемьдесят семь грамм под двойным дном в чемодане и ноль девяносто три грамма в ручной кладе вообще за такой перевоз мария грозила высшая мера через несколько дней сам мин он же чиз чип и зе связался по скайпу с родителями и спросил как там мария и когда он узнал что девушка в тюрьме сразу прервал разговор и исчез растворился 4 мая в две тысячи восемнадцатом году мария до перка получила пожизненное заключение пожизненное друзья мои заключение молодая девчонка ну сейчас это уже молодая женщина и 38 лет у многих двоякое мнение почему двоякое мнение хорошо она могла не заметить что он там подложил ей в чемодан но в ручной клади в ручной клади она должна была что-то как-то проверить давайте поздно посмотрим а если у нее была может быть дам дамская небольшая сумочка и небольшая сумочка ручной клади то могла и не заметить настолько доверился человек другому человеку не зная его абсолютно не зная абсолютно если кого-то заинтересует вообще эта история посмотрите на фотографии вообще какая она интересная симпатичная девушка и как она вообще могла вляпаться в такую историю и так давайте посмотрим итак конечно же она сама очень скучает по дому она вообще знаете карта она семейная девчонка понимаете семейная здесь я вижу действительно то что у нее было хорошее воспитание и в нее вкладывались родители она была домашняя не исключен тот факт что знаете вот это ребенок который вырос в тепличных условиях и она даже предположить не могла что есть другие люди которые способны на предательство которые способны не просто в заднем кармане своровать мобильный телефон которая способна подвести под расстрел но в то же время эти люди могут смотреть в глаза кушать с одной тарелки и быть в близких отношениях она была не готова к этому ее очень поддерживают ее родственники ее родители и я хочу сказать здесь идет благоприятная динамика по всей видимости продолжают родители бороться за то чтобы у нее была экстрадиция потому что здесь все таки идет карта выбора дорог она попала в сети друзья мои она попала в сети из-за своей неразборчивости в людях нет она не знала ничего она не проверяла ничего вот ей далее как говорится чемодан и а и все и она не проверяла и скорее всего я потом сейчас посмотрю на этого парня и скорее всего сомнил настолько вошел в доверие что она она не проверяла она просто ему доверила все есть конечно же надежда в то что она выйдет но все очень очень зыбко и очень слабо что касается иллюзий что касается вот этого обмана она постепенно 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 можно так сказать вошла в этот в этот капкам причем добровольно ей много чего казалось она была действительно обманута обманута вы знаете я вижу не так это будет скоро это не так будет скоро но все таки будет что-то какое-то движение скорее всего опять таки чтобы ее экстрадировали в россию возле нее конечно же ее мама ее очень поддерживают родственники скорее всего даже могу так сказать какие-то нашлись может быть также добрые люди кто ее поддерживает даже там как как говорят люди есть везде люди есть везде конечно же есть надежда есть надежда есть надежда что будет экстрадиция но давайте посмотрим понимаете вот страхи ее и надежды на то что вот этот тяжелый этап пройдет а страхи все таки то что она еще будет сидеть какое-то время и страх в том что как минимум она еще там на 10 лет застрянет то есть понимаете одно дело когда будет экстрадиция хотя бы когда ей будет 40 лет и через пару лет она может хотя бы к 45 годам выйти на свободу и одно дело когда ты когда она когда будет экстрадиция через 10 лет то есть ей уже будет под 50 но вряд ли можно выжить в тех условиях в которых она находится все таки то что я вижу будет движение будет движение но сейчас скорее всего просто не до нее понимаете да как бы это страшно не звучало не до нее если бы она была дочерью другого слоя населения можно так сказать конечно бы уже все сделали и если бы в ней были было ну были заинтересованы конечно ее бы уже оттуда вытащили сейчас сделаю дополнение а дополнение будет такое я сейчас посмотрю в каких энергиях находится сам мил в каких энергиях по карме по земным законам что ему будет ну и так могу сказать он в данный момент сам себе не принадлежит он в руках тех людей кто им манипулирует но он также продолжает заниматься какими-то грязными делами да у него есть выбор он на свободе но могу сказать его в любой момент могут убрать потому что за ним ведется охота это все-таки серьезный прокол и он прогремел все-таки эта история прогремела на весь мир вы знаете вот этот мужчина придет время он конечно же ответит именно здесь на земле но это не так будет скоро как бы всем хотелось да той же матери может быть хотелось да той же Марии но он попадется он попадется и у него будет прокол причем я хочу сказать вот это вот предательство он обязательно получит со стороны своих близких людей и он останется в одиночестве здесь еще будут проблемы у него со здоровьем не очень у него все хорошо нет я смотрите итоговая карта вот сейчас как он себя чувствует видите валяется дохлая рыба без воды да никак так человек идет как как сказать как отработанный материал там нет души понимаете все там нет души там ничего нет человеческого там можно так сказать его аватар используют уже темные силы давным-давно а душа там находится в коме он продался и он действительно был профессиональным перевозчиком запрещенных препаратов вот так же он знакомился видно у него что-то прокатывало но это были сначала парни которые ему доверяли а потом он вот так вот решил как говорится попробовать ну она ему конечно же нравилась да не исключен был факт что он на ней действительно хотел жениться давайте посмотрим были ли у него вообще чувства так Мария были ли у него чувства вообще нет ребят даже чувств не было все обман семерка кубков и карта дьявол к сожалению я даже о нем думала лучше чем он оказался на самом деле этот человек демон этот человек дьявол этот человек черт поэтому он подставил молодую девчонку подвел ее под статью пожизненного заключения к сожалению бывает вот так вот такая история это урок женщинам чтобы они были бдительны чтобы они никогда не брали никаких кредитов для мужчин чтобы они знакомясь два-три месяца выходя замуж все равно проверяли этого человека тем более если человек иностранец нельзя вот так вот слепо доверять нельзя это конечно же жесткий урок жестокий урок но это кармический путь Марии до пирка если к данному раскладу есть комментарии напишите пожалуйста я вам желаю всем мирного неба над головой любви и счастья здоровья берегите себя берегите своих детей субтитры субтитры субтитры